добрый день еще раз сегодня мы с максимом едем к нашему клиенту он купил квартиру в проекте аврора проект достаточно неплохой получился я бы сказал хороший район район протонак сейчас мы пообщаемся покажем вам и сам проект и квартиру счет видео которое мы снимаем это мы решили сделать постараться сделать живое общение реальное видео реальные люди то есть реальные бизнес-процессы которые происходят наши компании чтобы это не было наиграно не глянцево клиент достаточно интересным покупил у нас уже не одну квартиру обычно покупают у нас nordic кстати по nordic у нас если мы конечно успеем сделать видео у нас три выставки в россии наша компания оставляется кому компания nordic мы как представители это 27 октября в москве 23 25 ноября москве еще одна выставка и 26 27 в киеве то есть вот на осень на запланировано три выставки пожалуйста пишите звоните будем рады видеть вас как наши московском офисе так и на выставках 1 1 ноября 1 ноября мы организовываю москве семинар непосредственно по недвижимости в таиланде об инвестициях вот представители компании не nordic непосредственно будут покупатели нашим будем конечно мы программу достаточно интересное место проведения мы определились залом это будет москова сити башня не помню какая ну пишите мы отправим приглашение рассылку будут какие-то призы будут какой-то конкурс и конечно мы устраиваем для людей но что-то будет интересное и полезно про тамнак кто не знает город это сейчас подъезжаем практически самая верхняя точка города принципе место достаточно неплохое я сам здесь живут в районе мне трое нравится он обжитой зеленые не шумный здесь нет никаких либо увеселительных заведений спальный район вообще потай 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 три района это север юг район протамнак и центр конечно центре конечно это усилительные заведения это рестораны торговый центр это бары это волкин стрит всем известны кому-то нравится кому-то он не нравится судить каждому свое то есть я например лет пять там не был когда-то мне было интересно бывает там сейчас сторона уже не очень город очень многолитий потайя поэтому каждый находит здесь то что он хочет кто дайвинг кто острова кто бизнес то просто спокойную жизнь то окин стрит выбор каждого свой клиент кстати хочет продать квартиру причем продать ее хочет дороже вот мы подобрали удачный вариант хорошая квартира получили достаточно интересную стоимость по этой карте квартиру него на рассрочке вот и на сегодняшний день у застройщика осталось немного квартир они уже по более высокой стоимости и клиент он от нормальное желание хочет где давайте может продадим этот контракт и я куплю что-то другое но сейчас решает стоит ли ему это делать или нет но принципе наверное может быть и есть смысл продать потому что доход с этой квартиры наверно может составить тысяч двести пятьдесят триста это порядка десяти тысяч долларов но наверно неплохие деньги я бы сказал хорошие продажа контракта вполне законный бизнес он не облагается налогом до получения документов то есть поэтому достаточно это удобно и и как бизнес инструмент он бы используется нашими партнерами клиентами так мы все мы подъехали с максимумом проекта aurora только-только его начали заселять сейчас пока клиент очень подъехал покажем что здесь и как так это марина то дело аренды наш ждет клиент клиенты не подъехали нет пойдемте посмотрим марин пойдем покажет как построили здание принципе хорошо построили владелец евгений русский застройщик кстати это первый проект компании он была задержка по проекту небольшая где-то месяцев наверно 6 8 но построили качественно тиковое дерево бассейн спортзал тать посмотрим наверно еще не все привезли это думаю побольше должно быть здесь сауны да туалетный пункт хорошо сделали что считаю очень очень даже неплохо кино немного снимем и конечно про кого про тебя про хорошие они не смотрим вернее вариант один и он совместно сейчас я покажу прайсы почем и евгений продавал 300 метров до пляж 250 наверно даже так вот смотри прайси да это то что мы это сейчас вот они то что предлагают сейчас а это то что было то что там предлагал нашу квартиру это вот старый прайс да мы не продавал за 4 сейчас у них получается остались только тайские фото как не на миссину да и ближайшая квартира вот она рядышком которые на восьмом этаже стоит 3700 но она чуть поменьше вот поэтому таких квартир у них нет я понял что мы мы здесь вот вот у них получается 808 это разница хорошая разница сколько у вас получила себе стоит то что вы покупали стоимость мебель же покупали самостоятельно себестоимости посчитал 33 миллиона это получается себестоимость до 308 я бы рекомендовал честно скажу что подождать немножко пока полностью закончится потому что скорее всего может выйти еще какая-то квартира то что здание только только начали заселяться может быть продавать кто-то будет продавать кто-то будет но кто-то с платежами не потянет или отдаст застройщику обратно не знаю или на меньшую площадь перейдет но что-то какие-то варианты наверняка выйдут в течение там двух-трех месяцев мы не свершим у нас пока не получил не получен документ на него мы готовы продавать вообще смысл какой надо еще сдавать эти сдают по 15 таких они не сдают до мебель которая сдает ты можешь пройти сейчас можно вместе с сашей пройти потом просто извини за выражение за русская то есть мы здесь не поскупились на мебель то что у них здесь лежат это вот такие матрасики с пружинами полотенца что-то марина разберется в перечень сюда насколько 23 комплекта на марина нужно нужно два комплекта есть полотенца лишние пусть пользуются люди мы тут планировали для чего для того чтобы подниматься на крышу там же будут лежаки стоять загорать очень удобно спустился вот счетчики все проплачены здесь да поэтому можно спокойно снять показания да как обладатель квартиры квартиры говорит что надо быстрее продавать и бежать в нордик соответственно вносить деньги на квартир до по стоимости у вас достаточно хорошему понятно ну хорошо давайте тогда познаем ее в аренду какое-то время полгода например сейчас сезон тем более впереди вот как будет покупатель просто устанавливаем стоимость которую считаете нужно но смотрите ли у нас может клиент появится завтра да то есть понравился понравился понравилась ваша квартира то есть те квартиры которые остались и за строчка его не устраивают вот эта квартира устроит стоимость например там 3 миллиона 700 поставить или 3 миллиона 800 мы и ставим все фиксируем и предлагаем по этой стоимости если на нее продастся куда период времени мы тогда же делаем какую-то коррекцию мы поймем какая комиссия будет у вас как агентство 35 процентов зависимости от сделки 35 если сделка сложная то есть это если это рассрочка мы будем вести этот проект более длительный период значит там пять процентов если сделка просто два с половиной три процента много не надо так но здесь у нас смотри рассрочка получается как я сказал последние следующий взнос у нас идет вот 1 0 3 до ведем нос и потом идут 1 0 8 19 год и 20 до вот это вот остаток взноса то есть получается вот мы продаем контракт если продаем новому собственнику да и он уже ведет отношения силу недавно он закрывает все платежи по предыдущему контракту вам плюс вашего доходную часть а естественно наша комиссия которая будет прописан также в контракте в продажном контракте то есть все данные открытые да то есть то есть не скрываем ничего и остальные платежи он производит согласно контракту так и мы закончили с клиентом с ильей кристины целом квартиры недовольны решили сдавать ее в аренду на высокий сезон ты может быть если будет возможность продать квартиру дороже она такая рано или поздно возникнет то определили стоимость по которой не хотят продать все район хороший район мне нравится она здесь королевский яхт клуб находится с частным пляжем есть водный клуб тоже с выходом на пляж есть муниципальный пляж район обжитой много ресторанов всяческих заведений кафе баров но одновременно и тихие то есть он не шумный то есть вот видите массажные салоны 7-11 так называемые круглосуточные магазины что мне понравилось сегодня в авроре это качество конечно русский застройщик еще раз говорю это евгений это первый проект компании инвестиции насколько я знаю из канада были партнер в канаде и евгений с нашей российской стороны качественно построили естественно мрамор хорошее лифтовое хозяйство бассейн кстати с морской водой то есть не морской водой с специальной солью с очищенной то есть нет хлорки никакой зона залезогара и еще одно коммерческое помещение которое будет для жильцов но не коммерческих мечен для общего пользования это будет как клубная комната где можно прийти будет вечером отдохнуть пообщаться с соседями может игровую комнату какую-то сделаем к сожалению не сняли все это да хорош получился сейчас на максим может быть съездим в офис на доедем до офиса время рассказывали о нашем телеканале хотелось бы показать картинку что это такое опускаемся с протонаком к нам в офис здесь туристическая полиция то есть кто не знает есть туристическая полиция это полиция который решает какие-то инциденты или ситуации связаны с туристами которые находятся в таиланде то есть это отдельный отдел то есть у них есть посты даже на на трассах в людных местах торговых центрах на волкин стрит это есть отделение где любой турист может подойти оставить какую-то жалобу или попросить какой-то помощи в чем это не было в принципе наверное это правильно туристической полиции работают ребята из россии с украины англоязычные немцы то есть естественно тайцы конечно офицеры ну вот есть и другие национальности потому что повернули на третью улицу эстакада который над нами идет на пирс балихай это основной пирс из города который который идут парома и скоростные катера на на острова про инвестиции тоже клиент сказать что такое инвестиции сейчас в россии курс доллара вырос за с апреля месяца кажется порядка 20 процентов но если мы говорим об инвестиции в недвижимость ну сколько стандартный вариант а если это не строительство кинотеатра торгового центра или стадиона то есть обычные инвестиции людей которые зарабатывают деньги имеет какой-то бизнес считают что приобрести квартиру на данный момент в россии конечно можно сдать его в аренду получить доход 4 процента в рублях тоже наверно можно пускай 7 процентов если инфляция составила только за полугодие 20 процентов ваш доход составил 7 процентов это три года вы только должны компенсировать чтобы выйти в ноль ниже доход ребятам два года назад три года за курс 30 рублей вырос до 60 сегодняшних выходил это 55 и то есть сто процентов у меня покупатели которые вложили деньги недвижимость здесь они получают доход нам пускай 3-4 процента но это твердой валюте и люди которые сделали инвестиции в россии эти же покупатели купили новостройку то есть несколько квартир тоже для сдачи в рент сделали ремонт сделали все сейчас получаем доходом 3-4 процента имеем проблемы ну не проблемы имеем затраты времени на сервис на ремонт на обслуживание еще на что-то и по итогу веровну посчитали когда эти инвестиции вам вернуться ну крит наверное лет десять ну где-то так то есть я не извлю нет но как бы ситуация такая как 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 она есть да то есть и каждый понимает если покупка квартиры с целью личного проживания это одна история это хорошо это наверно правильно улучшение своих жилищных условий если это покупка целью получения дохода дать не надо строить иллюзии нет дохода сейчас на стандартном варианте на квартирах не существует если правильно считать конечно если не считать как предполагают рублевую зону то есть мы находимся в рублевой зоне значит мы должны получить доходы ну а зачем тогда доходом просто купите американские деньги или европейские или еще какие-то положите их просто в банк и у вас будет гораздо больше дохода чем вы купите квартиру будете сдавать ее в аренду эти ваши деньги бесценятся вы потратите время потратите силы где доход если нести страшно в банк наверное да потому что лицензии забирают еще что то есть сбербанк конце концов там ячейки есть я не знаю можно как-то решить вопрос или какие-то другие финансовые инструменты мы сейчас говорим только недвижимости конечно я говорю так ну вот мы с максимом заехали к нам в офис носите на ланче сейчас сейчас и до двух но этот наши награды которые мы за 10 лет это наших партнеров это застройщики это крупные туристические компании с кем мы имеем ну такая полка тщеславие да дать это наши лицензии различные все принципе это должно быть в любом офисе в рабочем техников нет этот наше телевидение что это такое значит мы имеем кабельные сети это телеканал паттайя то есть он вещает юг города север города и центр города то есть отдельная картинка что выводится это партнерский канал мы создавали его специально под компанию пегас туристик наши давние партнеры здесь идет реклама только компании пегас их них продуктов их них с курсе информацию которую не дают это компания остров это отдельная ветка мы вещаем непосредственно на остров самый тоже наш партнер то есть мы осуществляем техническую поддержку контент и установку рекламной продукции все но это запасной насканал принципе вещать можем практически на территории таиланда пробовали во вьетнам брали шлюз открытый брали шлюз в вьетнам нормально то есть трансляция в вьетнаме но но в вьетнаме не договорились с партнерами там все очень сложно коммунисты и коммунист очень жестко их кнопки контролирует поэтому но стали ребята к это еще как лет через пять наверное горит эта история вьетнаме возможно может быть поэтому очень горит замечательный что это технически возможно но горит только пока еще не у нас ну еще раз могу сказать что я доволен этим продуктом учета работать достаточно сложная была мы делали несколько лет потратили силы средства деньги конечно же и люди которые это сделали но они нас вовлеченные жалко сейчас все кто на ланч и кто как-то но попозже мы тоже снимем всех вот такой камеры когда-то ребят снимали мы лет наверное 5-7 назад такой раритет сейчас у нас знакомые берут приезжают он снимает клипы миша оператор нас есть снимает клипы для американцев там лечо для кого-то и вот он ту камеру берут как антруаж начну постарались за два дня показать вам чем мы занимаемся постарались сделать это максимально откровенно открыто честно без какой-либо подготовки какие-то свои мысли которые я хотел сказать я сказал надеюсь вам понравилось и вы получили какую-то пользу от этого пожалуйста пишите звоните вы всегда на связи мой телефон есть всех соцсетях принципе есть на сайте есть менеджер которые могут ответить в любой момент практически круглосуточно пишите звоните мы будем рады вам помочь в любых вопросе спасибо